Здравствуйте дорогие телезрители, у вас в гостях программа ваш доктор и я ее ведущий Александр Зубарев. Сегодня мы пригласили в студию главного врача городской больницы номер 5, которая называется Центр охраны здоровья матери и ребенка Оксану Александровну Мармуту. Здравствуйте Оксана Александровна. Здравствуйте Александровна. Вы у нас сегодня впервые на телевидении и я думаю что сегодня будет много вопросов. Кстати дорогие телезрители, я вам напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и вы можете задавать свои вопросы. Оксана Александровна по работе детского комплекса, как раньше он назывался, сейчас Центр охраны здоровья матери и ребенка. Ну а вначале, Оксана Александровна, расскажите пожалуйста немножко, чем сегодня живет ваша больница? Ну городская больница номер 5, Центр охраны матери и ребенка, прежде всего это огромный комплекс, включающий в себя очень много структурных подразделений. Это два родильных дома, две женские консультации, это Центр планирования семьи, это многопрофильная больница на 300 коек детское стационарное лечение, где проводятся детишек, это консультативно-диагностический центр, медико-генетическая консультация и 5 лабораторий. Значит, ну основными целями и задачами нашего учреждения является лечение деток, амбулаторно-поликлиническая помощь в консультативной поликлинике, стационарная помощь в стационарах, плюс медицинская помощь женскому населению. Прежде всего это Центр охраны, Центр репродукции человека, где уделяется значительное внимание семьям, которые хотят иметь детишек, но имеются проблемы со здоровьем, где им помогают зачать ребенка, где проводится совместное лечение супругов. Далее женские консультации, где наблюдаются наши беременные женщины и проводится лечение по гинекологическому профилю женского населения. И родильные дома, где мы уже рожаем деток и дальше переходим на этап вынашивания новорожденных. Вот как бы те структурные подразделения, которые есть в учреждении. Значит, целями и задачами учреждения сегодня являются прежде всего это качество и доступность медицинской помощи. То есть прежде всего пациент должен понимать, куда ему обратиться, к кому ему обратиться и как правильно поступить для того, чтобы получить ту медицинскую помощь, в которой он нуждается. И прежде всего доступность. То есть все услуги, предоставляемые нашим учреждением, они должны быть доступны для каждого пациента, причем совершенно бесплатно. И в те сроки и периоды, которые определяются территориальной программой оказания помощи на территории города Севастополя. Оксана Александровна, вот практически уже два года идет программа модернизации Севастопольского здравоохранения. Это первый наиболее сложный этап. Как можно какие-то итоги подвести? Может быть что-то сделано по модернизации? Что-то еще будет перенесено на следующий год? Да, конечно, учреждения активно участвуют в программе модернизации. Значит, несколько направлений уже работают в больнице. Значит, одним из основных является поставка нового оборудования. За период работы программы модернизации мы получили 254 единицы нового медицинского оборудования. Прежде всего, полностью оснащено отделение реанимации для деток оборудованием. Это и мониторы, и кувезы, и многофункциональные кровати. Значит, прошло оснащение в родильных домах оборудованием. Прошло оснащение оборудованием в детском стационаре. Значит, до конца 2015 года мы еще ждем партию оборудования для нашего учреждения. Там и рентгенаппарат новый, и для бронхоскопии оборудования, и для фиброгастрододеноскопии оборудования мы ждем. Еще функциональные кровати, транспортные кувезы, фитальные мониторы. То есть все то, что должно поступить в учреждение до конца 2015 года. Значит, вторым направлением модернизации является проведение капитальных ремонтов. На сегодняшний день мы проводим капитальный ремонт оперблока хирургического отделения площади 400 квадратных метров на сумму 28 миллионов рублей. То есть к концу 2015 года у нас будет новая современная операционная, которая будет соответствовать всем требованиям современной медицины уже мирового уровня. Потому что вместе с капитальным ремонтом по программе модернизации мы получаем туда и оборудование. Это и лампы, и операционные столы, и инструментарий. Все то, что необходимо для того, чтобы в 2016 год наша хирургия уже оперировала в красивом новом оперблоке. Значит, планируется еще капитальный ремонт. Он будет проведен до конца 2015 года под рентгенаппарат, который придет в новые учреждения. Вот. Это то, что по ремонтам. Помимо ремонтов и оборудования, значит, получили по программе модернизации более 200 единиц компьютерной техники. Прежде всего, эта компьютерная техника позволит начать работать в электронной регистратуре, которая у нас уже в работе. И мы запускаем электронную регистратуру женских консультаций. Далее, в течение месяца, ближе к декабрю, планируется уже работа электронной регистратуры в консультативной детской поликлинике. Помимо этого, значит, получается уже проводить персонифицированный учет лекарственных препаратов, поступающих в учреждения и используемых для лечения пациентов. Значит, и позволяет нам уже включиться в полном объеме в работу по программе телемедицина. Значит, у нас на сегодня получено все оборудование. Мы работаем напрямую со всеми федеральными клиниками в системе онлайн. В течение 30 минут мы можем связаться с любой клиникой из тех, которые нам необходимы в зависимости от профиля медицинского учреждения. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Пермь. И в прямом эфире получить консультацию от ведущих докторов Российской Федерации по ведению того или иного пациента. Были уже такие случаи? Да, были. Ну, поподробнее расскажите хотя бы один случай, не называя фамилии. Значит, были случаи, консультировали мы ребенка. Я прошу прощения, Сан Сан, немножко переливомся. Есть звонок от наших телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер, мы вас слушаем. Что-то со связью, но мы давайте продолжим этот разговор. Алло. Алло. Сейчас инженеры проверят сеть, но вы пока расскажите, Сан Сан. Значит... Сан Сан, у меня такой вопрос. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Вопрос такой. Значит, насколько я понимаю, женская консультация, номер два, относится к городской больнице, верно? Какая женская консультация? Недавно обратилась в консультацию в эту, ну, там, с целью медосмотра, там, какие-то выявили у нее проблемы. Доктор назначил определенный перечень обследований, лабораторные, там, какие-то анализы, но сказал, что консультацию их не выполняет, нужно идти в частный центр. И также было назначено УЗИ, но почему-то УЗИ тоже ни на очередь не поставили никуда, тоже УЗИ предложили сделать вот в этом же здании, в соседнем центре мультимед. Ну... Спасибо большое за звонок, честно говоря, этого не должно быть ни в коей мере, потому что учреждение работает в системе страховой медицины, и все лабораторные исследования, которые необходимы для наших пациентов, они проводятся в нашем учреждении. Есть ряд анализов, которые мы не можем на сегодняшний день проводить по причине того, что еще ожидаем поставку лабораторного оборудования, но у нас заключены договора. Со всеми медицинскими организациями города Севастополя. То есть для пациента в любом случае это обследование должно быть бесплатно. Я вас попрошу, оставьте, пожалуйста, свой телефон у нашего оператора. Да, я бы очень хотела связаться. И конкретно этот случай разберем, потому что тут идет явно какая-то девиация, какое-то нарушение, может быть, со стороны даже врачей. Поэтому такие случаи мы стараемся исключать. Спасибо за вопрос. Да, поступил у нас ребеночек в реанимацию, находился на лечении у нас, нам понадобилась консультация московского центра. Значит, мы подготовили информацию о ребенке, ребеночка проконсультировали по системе телемедицины, было принято решение перевозки ребенка в федеральный центр. Значит, в этих случаях мы вызываем на себя борт МЧС, и наши реаниматологи доставляют ребенка в аэропорт города Симферополя, сопровождают самолетом наши доктора до клиники. То есть доктор, который из больницы, он до конца доводит ребенка до приемного покоя в московское учреждение. И возвращается обратно доктор на рабочее место. Поэтому такие случаи есть. Иногда достаточно просто консультации телемедицины и разговора с доктором и определения тактики лечения. Как правило, замечаний к тактике лечения наших докторов нет. Но вот такие ситуации бывают. Бывают еще ситуации, когда напрямую, очень срочно, по экстренным показаниям, ребенку требуется медицинская помощь, которая не может быть оказана на территории города Севастополя. В этих случаях по экстренным показаниям точно так же вызывается самолет МЧС. Но это уже экстренно. Это уже в течение нескольких часов решается этот вопрос. И точно таким же образом мы реанимобилем доставляем ребенка на борт. На борт вместе с ним садится и наш реаниматолог. Как правило, это два доктора, если тяжелый ребенок. Даже если ребенок находится на ИВЛ, на искусственной вентиляции легких, даже в таком состоянии мы отправляем. Значит, там встречает, держим связь напрямую со службой скорой помощи города Москвы или Санкт-Петербурга. Нашего ребенка снимают с самолета уже машиной скорой помощи федеральной клиники. И ребенок доставляется. То есть это уже четкая устоявшаяся система. За последнее время, за последние три месяца мы отправили восьмерых детишек в Москву и одного в Санкт-Петербург. Задаю нашим зрителям риторический вопрос. А возможно ли это было при Украине? Это в ответ на то, что говорят, что сейчас медицина стала хуже. Можно ли это было делать? Подумайте, дорогие телезрители. Хорошо, Оксана Александровна, еще один такой вопрос. Касаемо высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется ли на месте такая помощь? С Москвой, ясно, каналы налажены. А вот местно что мы планируем? Да, конечно. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи планируется и в нашем учреждении. Значит, в 2015 году заявлено и выполняются операции по высокотехнологичной помощи по направлению акушерства и гинекологии. Это уже есть, это работает. На следующий год по мере поступления оборудования до конца 2015 года, на 2016 год мы планируем оказание высокотехнологичной помощи по трем направлениям. Акушерство и гинекология, детская хирургия и неонатология. Но все-таки хотим еще попробовать травматологию, ортопедию и эндокринологию. Детскую именно. Детскую, именно детскую, конечно. Это уже те виды помощи, это дорогостоящие, это сложные виды помощи. И тогда нашим пациентам, нашим маленьким пациентам не придется выезжать за территорию города, а получить все то, что они должны получить для скорейшего их выздоровления в нашем учреждении. Вопрос такой. А разрешается ли родителям лететь вместе с ребенком? Родители всегда летят вместе с ребенком. Всегда летят, да? Всегда родители летят вместе с ребенком. Один раз у нас была ситуация, когда родители не могли полететь по своим личным обстоятельствам, и по доверенности летел близкий родственник. Сопровождал ребенка. То есть обязательно ребенок в одиночестве не остается? В обязательном порядке ребенок сопровождается родителям. То есть здесь не только медицинский, но и социальный фактор тоже играет? Обязательно. Семья, мама или папа, обязательно кто-то вылетает с ребенком и находится в клинике вместе с ребенком до окончания лечения. А вот обратно они летят за свой или за государственный счет? Интересно. Ну, поставили меня в тупик, честно говоря, вопросом. Обратно пока за свой счет. Пока за свой счет, да? Ну что же делать? То есть те, которые экстренные ситуации, те, да, те, которые идут на плановую высокотехнологичную медицинскую помощь, там в какой-то мере идет оплата транспорта. Да. Саня Александровна, пока нет звонков, давайте еще на одну тему поговорим. Расскажите поподробнее о вашей консультационной поликлинике, которая для нас тоже является сейчас уже уникальным таким учреждением. Значит, ну, прежде всего, хотелось сказать, что с 1 января 2015 года учреждение здравоохранения городской больницы номер 5 работает в системе обязательного медицинского страхования. Значит, смысл работы этой системы, прежде всего, я еще раз повторюсь, это качество и доступность медицинской помощи, причем сделаю акцент на бесплатной медицинской помощи. То есть все абсолютно обследования, исследования и лечения для пациента проводятся бесплатно. Значит, инструментальное обследование, лабораторные анализы, все лекарственные препараты пациент не должен ни за что платить. Абсолютно. Поэтому, значит, основной нашей целью в консультативно-детской поликлинике, если говорить конкретно о ней, является именно вот это, чтобы наши пациенты в очень короткий срок, при минимальном времени ожидания, получили качественную и доступную медицинскую помощь. В поликлинике работает сегодня 21 специалист, именно по направлениям, 21 специальность, узкая специальность. Поликлиника работает в две смены с 8 до 8, в 7 часов открывается у нас регистратура, работает система записи на прием и по телефону, и при личном обращении родителей в регистратуру, а дальше уже осуществляется прием. Значит, время ожидания приема докторов, оно разное и распределяется по трем направлениям. Значит, прежде всего, хотелось бы сделать акцент на чем? К нам в поликлинику, поскольку это консультативно-диагностический центр, детки идут с направлением со своих участковых... То есть, обязательно или желательно направление? Обязательно. Потому что первичный прием в обязательном порядке должен проводить врач-педиатр. И только врач-педиатр грамотно и профессионально определит, к какому специалисту дальше должен направиться ребенок. То есть, пожелания родителей – это одна система. Когда мама считает, что ребенок должен попасть к эндокринологу, или к неврологу, или к хирургу, для этого существует педиатрическая служба. Получают направление от участкового педиатра и записываются на прием к нам. Значит, прием деток осуществляется по трем направлениям. Прежде всего, хотелось бы отметить, что нам удалось снизить очереди в консультативной поликлинике. Еще на начало лета 2015 года мы имели такую проблему, как огромные очереди и желание записаться на прием с 6 утра. То есть, были такие ситуации, но мы немножко изменили работу самой поликлиники. Сделали так, чтобы запись на прием проводилась в течение всего рабочего дня и по телефону, и при прямом обращении. И развели потоки пациентов. Что это значит? То есть, если раньше все наши маленькие пациенты шли в один кабинет, независимо от причины, то на сегодняшний день подход немножко другой. Прежде всего, все экстренные пациенты, которые обращаются к нам, они экстренно, когда нуждаются в медицинской помощи, они сразу направляются в кабинеты неотложной помощи. Четыре кабинета неотложной помощи, хирургический профиль, офтальмологический, лор-направление и хирургия. То есть, сразу уходят без очереди и в течение очень короткого времени практически сразу они должны попасть к доктору на прием. Второй поток пациентов – это те детишки, которые идут по направлениям врачей-педиатров. Те, которые нуждаются в консультации узкого специалиста, но не экстренно. Значит, по территориальной программе госгарантий период ожидания приема врача не должен превышать двух недель. То есть, в течение двух недель проводится запись, и ребенок попадает на прием. И третий поток мы выделили – это профосмотры. Немножко прервемся, есть еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Я жительница ближайшего микрорайона, к пятому детскому комплексу. И мы очень любим вашу территорию, сфер, который комплексу принадлежит. Раньше общественные организации помогали уборке этого сфера. Сейчас там творится просто безобразие. Я понимаю, что мой вопрос связан не с медициной. Нет, нет, это тоже важный вопрос. Это тоже важный вопрос. Вопрос понятен? Конечно. Да, вопрос понятен, спасибо. Да, действительно, и у нас он вызывает на сегодня огромную озабоченность с территорией проблемы. Но решается вопрос в положительную сторону, в каком плане. Прежде всего, мы запланировали все-таки программу благоустройства территории детского комплекса. И одним из основных условий – это прежде всего, конечно, чтобы эта территория была закрыта. И доступна она была только для мам, для детей, для семей. С организацией проходной и так далее. Именно с организацией проходной, с организацией охраны, с организацией пропускного режима для транспорта. Эта проблема существует, и спасибо, что вы ее озвучили. Это и те ограждения, которые идут вокруг по территории. Естественно, они на сегодняшний день имеют неприглядный вид, если так мягко сказать. Поэтому это одна из задач, которой мы будем заниматься в обязательном порядке. Благоустройство запланировано. И я думаю, что в ближайшее время мы все-таки все приведем в соответствие. Оксана Александровна, я еще хочу высказать следующую мысль. Мы просим многочисленные молодежные организации, которые есть в Севастополе, волонтеры, другие организации. Организуйте субботник на детском комплексе. Организуйте субботник. Я думаю, что этот вопрос мы решим. И, конечно, действительно стоит вопрос о том, чтобы эту территорию оградить. Исключить всякого рода вечерние посещения несанкционированных лиц на этой территории. Исключить диких животных, которые тоже там попадаются. Иногда стаи собак, к сожалению, ходят. Мы об этом знаем. И это все очень актуально, стоит на повестке дня. И поэтому мы благодарим вас за то, что вы эту тему подняли. А молодежь призываем. Помогите, организуйте субботник. Как организовывали субботники на Максимовой даче. Ведь это тоже рядышком находится. Спасибо. Продолжим. И третий поток наших маленьких пациентов – это те, кто идет на профосмотры. Школы, садики, профосмотры. То есть это, в принципе, заведомо здоровые детки, которые должны получить справку от доктора о том, что они не болеют. Либо пройти профилактический осмотр для предупреждения или выявления какого-либо заболевания. Значит, вот этот прием мы выделили вообще в отдельные дни и часы для того, чтобы совершенно спокойно могли обратиться и получить эти документы медицинские, которые необходимы мамам и детям. Оксана Александровна, еще один важный вопрос. У нас в Севастополе много так называемых беженцев из Луганска, из Донецка. Естественно, они приехали с детьми. Вот как из этого положения вы выходите? Какое нашли компромиссное решение? Мы совершенно спокойно выходим из этого положения, потому что всех жителей Донецка и Луганска мы принимаем совершенно бесплатно. Их лечение проводится за счет бюджетных средств. И отказа ни в каком виде медицинской помощи для жителей этих территорий у нас нет. Ни для женщин, ни для детей. А вот другие жители Севастополя, можно их назвать жителями Севастополя, у которых процесс приема, вернее, вступления в гражданство или другие какие-то вопросы решаются, и не могут пока получить полис обязательного медицинского страхования. Что с ними делать? Ну, таких жителей немного. Но есть. Немного, да. Но есть. Значит, если это экстренная помощь, она оказывается бесплатно, без сомнений. Если стоит вопрос консультации или планового лечения, то этот вопрос мы решаем индивидуально. Но он решается. Нет, он решается. Детки без помощи не остаются. Нет, детки без помощи не остаются. Ни в условиях стационара, ни женщины в условиях родильных домов, ни беременные женщины, когда нужно встать на учет по беременности. В любом случае мы не отказываем. Насколько у нас есть возможность, не то, что насколько у нас есть, мы в любом случае проводим лечение, ни в коей мере не ущемляя права этих жителей, поскольку они тоже являются гражданами России. Есть еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. Нам нужно для детского сада проходить комиссию из профильных врачей. Это хирурги, невропатолог, психиатр. Вот у нас комиссия назначена на 1 декабря. До 1 декабря записи к этим профильным врачам вообще нет. То есть я никак не могу с ребенком попасть к этим врачам. К хирургу и к кому? К хирургу, к невропатологу, к психиатру. Ну, психиатр – это не наш профиль, не наше направление доктора у нас нет, это психиатрическая клиника, да. А невролог и хирург, а вы когда обращались в регистратуру? Вот смотрите, мы были на этой неделе, у нас был лор, мы ходили к нему. Я подошла в регистратуру и спросила, можно ли записаться. В регистратуре сказали, записи нет вообще к этим врачам, подходите в живую очередь. В живую очередь не принимают врачи. Они, как бы, прием у них закончен, они уходят, все. А как вас зовут? Меня Алла зовут. Алла, да? Алла, а можно вас пригласить завтра к себе в кабинет, часов 10? Завтра, если с ребенком, я подъеду. Да, подойдете? Подъеду к вам, хорошо. Все, спасибо большое за звонок. До свидания. Ну, по-видимому, вот... Какие-то есть организации? Ну, знаете, нет, срабатывает человеческий фактор. Это вот еще та проблема, которая есть во всех медицинских учреждениях, срабатывает человеческий фактор. И не всегда виноваты доктора в том, что такие ситуации в регистратурах складываются. Согласен. Мы работаем, мы объясняем, мы рассказываем, но, к сожалению, не всегда. Такие ситуации бывают, но в любом случае, я на 100% могу сказать, что если мы завтра вместе с Аллой подойдем в регистратуру, то однозначно вопрос будет решен, конечно. И, кстати, дорогие телезрители, я хочу вам сказать, что не только в детстве, но и во взрослой медицине, если появляются такие ситуации, практически в каждой семье есть интернет. Выходите на сайт Департамента здравоохранения Севастополя. Там есть специальный раздел, в котором вы можете сообщить о вашей проблеме и получите тот же грамотный ответ и специалист, либо руководителя того лечебного учреждения, в котором возникли у вас проблемы. Напоминаю, сайт Департамента здравоохранения Севастополя. Так и набираете в подсковике Департамент здравоохранения Севастополя. И на этом сайте, по-моему, второе или третье окошечко, вот именно там вы можете записать все ваши жалобы, проблемы и найдете ответ. Поэтому все эти вопросы решаются. К сожалению, действительно, у нас есть человеческий фактор, особенно в среднем заведении медицины, которые пока еще, ну как раньше говорили, не перестроились. Помните эту знаменитую фразу? Поэтому давайте все эти вопросы решать сообща. Ну, добавлю сразу, значит, что касается этих вопросов. На сегодняшний день в нашем учреждении на всех информационных стендах, абсолютно на всех, во всем комплексе, есть информация о мобильных телефонах главного врача и моих заместителей. То есть любой пациент в любое время, дня и ночи, может позвонить на мой мобильный телефон. Он доступен абсолютно для всех, и как бы вопросов никогда не возникает. То есть в круглые сутки в системе онлайн я работаю со всеми пациентами, которые обращаются в наше учреждение. Тоже те же самые вопросы решают все заместители, курирующие то или иное направление. Поэтому, если есть такие вопросы, даже в регистратуре, вот я бы хотела вернуться к звонку Аллы, в регистратуре тоже висит мой телефон. И если, уважаемые жители города Севастополя, я вас попрошу, если вы обращаетесь в медицинское учреждение, в нашу городскую больницу номер 5, и вы не получаете ту информацию или ту медицинскую помощь, которая вам крайне необходима, вы можете позвонить главному врачу или заместителям главного врача. Я думаю, что все эти непонимания и недомолвки, которые иногда возникают, они будут решены в течение очень короткого времени. И, кстати, еще немаловажный вопрос. Если кто-либо из врачей городской системы здравоохранения рекомендует и направляет вас в частную клинику, сообщайте об этом в департамент. И мы эти случаи исключим, потому что этого быть не должно. Это, к сожалению, то наследство тяжелое, которое пока еще тянется за нами и висит, ну, как пудовая гиря на ногах, что ли, можно с этим сравнить. Ну что ж, дорогие телезрители, время нашей передачи подходит к концу. У нас установилась своеобразная традиция, Оксана Александровна, каждому врачу, который впервые приходит к нам на передачу, мы обязательно дарим фирменную кружку ваш доктор, здесь логотип нашей передачи, здесь же логотип нашего канала, который нам любезно предоставляет возможность для передачи программ, и логотип компании Триада, наши друзья, которые нам тоже помогают делать эту передачу. Поэтому я надеюсь, что эта кружка будет стоять у вас в кабинете, будете пить вкусный чай. А вам, дорогие телезрители, позвольте мне пожелать счастья, здоровья, всяческих благ. Оксана Александровна, спасибо большое, что вы к нам пришли, нашли время вечером после трудового дня. Надеюсь, что у нас еще будут с вами встречи. Спасибо за приглашение. Да, обязательно, обязательно. Вопросов у нас много, я думаю, что мы медицину поставим на то место, где она должна находиться. Ну, с вашей помощью, с помощью жителей города Севастополя. Да, но все вместе должны быть, все вместе. С помощью жителей города Севастополя. Помните притчу старую, секундочку скажу, врач, болезнь и больной. Если врач с больным против болезни, победит. Вы будете здоровы. Да, и на сегодняшний день все-таки основным является понимание того, что пациент всегда прав. То есть создается медицина прежде всего для пациента. Для пациента. Для комфорта пациента. Поэтому пациент всегда прав. Приходите к нам, мы вас ждем. Ну что же, до свидания, дорогие телезрители. И помните, ваш доктор вам плохого не посоветует. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok